Направление креативной индустрии – явление относительно новое для нашей страны. И если раньше креативные кластеры существовали в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то в регионах они только стали зарождаться. Одна из таких организаций недавно появилась в Карачаевске. Её основателями стали трое молодых человек, каждый из которых является экспертом всероссийского уровня в том или ином направлении. Так, например, Денислан Байчоров является экспертом Росмолодёжи. Будучи креативным человеком, он особенно желает, чтобы талантливые жители республики имели возможность объединяться и создавать что-то поистине уникальное. А их проект позволит создать единую площадку для таких людей. Креативный кластер – это своего рода технопарк, в котором объединяются представители творческих профессий. И вот эта творческая энергия превращается уже в готовый бизнес. И в чём суть самого кластера? В том, что это некое закрытое пространство, в котором собираются представители разных творческих профессий, при этом коммуницируют между собой и создают какой-то новый творческий продукт, креативный бизнес и запускают его. Кроме того, одним из направлений кластера станет развитие туризма и сохранение исторического наследия. Это то, чем сегодня богата наша республика и с чем она ассоциируется. За данное направление отвечает Ибрагим Узденов, человек, который не понаслышке знает, что такое настоящий туризм. На территории республики огромное количество найденных артефактов, которые хранятся в музеях всей страны и даже зарубежья. Кабанская культура, которую каждый ребёнок проходит в школе, о которой рассказывают во всех университетах, когда затрагивают археологию. Кабанская культура как раз родом из Карачао-Черкесии. И самые интересные и лучшие находки сделаны здесь и продолжают до сих пор находиться. Об этом рассказать, об этом как можно больше показать, чтобы Карачао-Черкесия ассоциировалась именно с культурным наследием, с исторической наукой, с археологией и так далее. В этом одна из целей. Безусловно, развитие подобной организации окажет положительное влияние на экономику региона в целом. В этом уверен Расул Динаев, председатель регионального отделения Российского союза молодёжи, который также является основателем высокогорного креативного кластера. Мы многонациональная, со своим историческим наследием республика, у которой есть различные ремёсла, творческие направления, которые нам необходимо развивать. И их, более того, мы можем коммерциализировать. Благодаря созданию креативных кластеров будем способствовать тому, чтобы наши творческие люди, наши ремесленники получали возможность создавать свои стартапы по коммерциализации своего дела. Таким образом, творческие люди нашей республики смогут не просто развивать свои таланты, при этом зарабатывая, но и внесут значительный вклад в развитие всего региона. Ведь в будущем каждый из них сможет стать самозанятым, а значит, будет платить налоги, которые послужат росту экономики Карачаева-Черкесии. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, РХС-24